Костел Вознесения Девы Марии. Этот католический храм в неоготическом стиле находится на севере нашей страны в городе Миоры. По меркам истории возведен он не так давно, в 1907 году, но на месте старого деревянного храма 1644 года постройки. Страницы летописи костела хранят память о знатном роде князей святополк Мирских. Именно они были основателями и донаторами старого храма. Кстати, строился он по приказу Себастьяна Мирского как православная церковь, но спустя 40 лет его сын делает ее католическим храмом. Здесь же, в подземельях, святополк Мирский хоронит своих усопших. Подтверждение этого факта – надгробные плиты представителей этого древнего рода вмурованы в стены костела. В конце 18 века храм был поставлен на каменный фундамент, перестроен и расширен, но всевозможные войны и революции не обошли его стороной. А в начале 20 века прошедшая по этим местам природная стихия и вовсе окончательно разрушила костел. На его месте решено было возвести новый. Главным организатором и идейным вдохновителем строительства был Ксенц Юзеф Бородич. Именно он подал прошение виленскому губернатору о возведении костела в Миорах. Ксенц настолько активно взялся за проект, что построить храм получилось всего за год. Деньги на строительство собирали всем миром. Пожертвования на костел делали не только прихожане, но и верующие со всей Российской империи. Для этого были сформированы группы активистов, которые ездили с рассказами о строительстве богоугодного храма по всей стране. Да и сам Юзеф Бородич с подобными повествованиями лично бывал в Варшаве и других городах. Таким образом, было собрано 44 тысячи рублей золотом – огромная сумма по тем временам. Кроме того, местные жители активно помогали стройматериалами, да и сами не отлынивали от работы. Ксенц Бородич хотел, чтобы ко времени первой службы в костеле его интерьеры были уже полностью готовы. Потому все внутреннее убранство было заказано одномоментно в фирме Яна Шепетовского в Варшаве. И к своей первой мессе костел имел практически тот вид, которым мы можем любоваться и сегодня. Прогуливаясь возле храма, не поленитесь обойти его со всех сторон. Здесь установлена необычная скульптура – памятник нерожденному ребенку. В ее центре – Матерь Божья, заслоняющая с собой от ножа гильотины крошечного малыша. Этот памятник – напоминание о том, как христианская религия относится к абортам. Интересно и расположение скульптуры прямо напротив бывшего родильного отделения местной больницы. Давайте и дальше открывать для себя интересные места в нашей родной Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин